Всем привет! С вами я, Алена. Сегодня у нас видео о покупках из нашего любимого магазина FixPrice. И не будем затягивать, начнем сразу же смотреть мои покупки. И первая моя покупочка за 55 рублей. Я взяла вот такой вот большой коврик настольный. Очень красивый рисунок под дерево. У меня сейчас на кухне столешница. Мы немного обновили, сделали небольшой ремонт. И вот столешница как раз у меня такая. Я очень ей довольна. Не могу налюбоваться. Муж тоже просто вот... Ну, ему очень нравится. Он очень рад, что я выбрал такую столешницу. Говорит, сам бы ни за что такую бы не нашел. Смотрел бы стандартные, вот эти вот под камень. Я говорю, ну, камень это все прошлый век. Сейчас модно именно дерево. Поэтому взяли такую столешницу. И увидев такую салфеточку, конечно же, я ее взяла. Дополнять кухню, куда-нибудь постелить. Размер салфетки 38 на 58 сантиметров. Полипропилен подходит для пищевых продуктов. И вот с такой вот надписью. Так, давайте я вам сразу же покажу еще одну вещь. Мы сейчас уже убрали елку. И мне не хватило одной коробочки для елочных игрушек. В прошлом году я их делала и показывала вам. Видео есть на канале. В плейлистах. Пожалуйста, проходите, смотрите. Давайте я вам ссылочку, наверное, все-таки оставлю. Да, внизу под этим видео ссылка будет. Если вам понравится, можете себе сделать такую же коробочку. Вот так вот она выглядит. Ничего тут сверхъестественного нет. Просто обычная обувная коробка. Обои. И вот такая вот красота внутри. Видите, внизу. Тряпочка тоже это фикс прайс. 55 рублей. Тряпки для уборки. Остатки кирпичиков мы стены ими обклеивали. У меня пошли на разделители. Вот такая вот красота. И тоже мягенькая крышка, чтобы ничего не повредить игрушке во время хранения. В общем, стала делать я эту коробочку. У меня сломался мой клеевой пистолет от марки Ермак. Попросила мужа заглянуть в фикс прайс по дороге и приобрести для меня клеевой пистолет. Конечно же, буду брать я хороший, дорогой. Но вот так вот на время взяла этот из фикса. Вот она упаковочка. Длина шнура 100 сантиметров. Вот он сам клеевой пистолет. Был у меня когда-то пистолет от фикса самый маленький за 50 рублей. Знаете, качество не особо отличается, конечно, от того, но он немного получше. Хотя бы разогревает клеевые стержни и подает действительно клей. Но разогревает очень медленно. Сам нагревается долго. На упаковке было написано 5 минут. Я грела где-то 7-9 минут. Вот так вот ждала, когда он прям нагреется, нагреется. Выдает клея по чуть-чуть. То есть, один раз нажали на крючок спусковой. Он дал немного клея. Надо подождать еще секунду-две, чтобы дал следующую порцию. То есть, чтобы что-то клеить в больших объемах, в больших количествах, он не подойдет. Чтобы приклеить там, не знаю, какой-нибудь заколки, украшения, вполне можно брать. 199 рублей. Ну и, конечно же, муж не знал, что у меня большая упаковка клеевых стержней есть. На всякий случай прихватил вот такие. 55 рублей 5 штук. Ими я еще не пользовалась. Поэтому про них ничего вам сказать не могу. Покупки в этот раз у меня очень большие. За 99 рублей. Не смогли с дочкой пройти мимо. И взяли вот этот вот огромный, видите, даже не помещается в кадр. Огромный такой альбом для творчества. Это картины своими руками. Твои желания, которые обязательно сбудутся. Здесь 12 картин внутри. И после того, как вы их разукрасите, их можно аккуратно отсюда вытащить. И сложить в виде вот такой картины с рамочкой, повесить на стену. Мне очень понравились именно вот эти надписи. Сами листики достаточно плотные. Конечно, это не картон, но гораздо плотнее, чем обычные листы для рисования. И, может быть, какой-нибудь из этих надписей я повешу у себя на кухне или в комнате. Потому что очень красивые, конечно же, картинки, стильные. Обязательно их будем разукрашивать с детьми. И какие-то из них по-любому займут место на наших стенах. Вот такая прелесть и стоит всего лишь 99 рублей. Разные были варианты. Нам понравился с дочкой именно такой вариант. И еще, что берут очень многие сейчас в фикс-прайсе. Иногда, приезжая за сыном пораньше к детскому саду, у него фикс-прайс прямо вот рядом с садиком. Сижу в машине, жду время, чтобы пойти за ним. И наблюдаю. Буквально каждый второй-третий покупатель выходит из фикса вот с этой упаковочной бумагой. Очень красивые сейчас варианты привезли к 14 февраля. 55 рублей всего лишь стоит. И размер этой бумаги 1 метр на 685 миллиметров. То есть 68,5 сантиметра. Очень красивая бумажка. Нам понравилась с дочкой. Вот такая с домиками, с сердечками. Тоже что-нибудь украсим на 8 марта кому-нибудь из родных. 199 рублей. Не поверите, я взяла вот эту вещь. Жалею. Честно скажу, жалею. Потому что мой сын, это реальный мальчик. Это террорист, да. Извините за выражение. Но постоянно что-то ломает. Постоянно кричит. Постоянно куда-то бежит. В общем, настоящий вот прям пацан, да. И я ему купила барабан. Все. Прощай, спокойная жизнь. 199 рублей. Вот такой барабан. Две палочки пластиковые в комплекте. Барабан хороший. Но единственное, что меня радует в этой ситуации, что он пластиковый. Поэтому вполне возможно, он быстро выйдет из строя. Но я считаю, что у ребенка должны быть такие игрушки, барабаны и прочая ерунда. Ой, прощай, моя спокойная жизнь. 99 рублей я не смогла пройти мимо. И взяла целых три вот таких подарочных пакета из коллекции к 14 февраля. Очень красивые, очень классные. Такие квадратные, с сердечком. Ручка интересная. Были еще в голубом цвете, но голубой цвет мне не понравился. Поэтому я забрала только вот такие к себе. Буду также в эти пакеты упаковывать подарочки к 8 марта и 23 февраля. Пакеты бумажные, размером 22 на 22 на 10 сантиметров. Это донышко. Плотные ручки. Тоже, по-моему, бумага. Мне показалось сначала, что ткань. Нет, это, скорее всего, бумага. Но мне очень нравятся. Классные пакетики. Интересно, прозрачные. Да, окошко прозрачное. То есть будет видно, что вы туда положили, какой подарочек. Попала я на акционную цену. Это новинка в фиксе, но уже за 47 рублей мне продали. Не за 55. Это набор светоотражающих стикеров для одежды. Мы живем в частном секторе. У нас тут практически нет тротуаров. И часто приходится ходить по проезжей части, чтобы дойти до магазина или выкинуть мусор, или просто прогуляться вечером с семьей. Поэтому такие стикеры очень нужны. Не на всей одежде они есть. Как бы, ну, родные, встроенные. Поэтому можно будет приклеивать на сумки, на рюкзаки, на куртки, на шапки. Разные были варианты. Я выбрала вот такой вот здесь звезды и геометрические фигуры. Вариант просто звездочки. И вариант бабочки. 47 рублей. Замечательная покупка. Присмотритесь. Особенно те, кто живет в таких же районах, как и я. 55 рублей. Дочка для сына взяла мыльные пузыри. Давно у нас такого в доме не было. Обычно мы покупаем эту вещь, мыльные пузыри, летом. Ну, почему бы нет. И зимой дома тоже можно подуть. Хорошие пузыри. Наверху игра стандартная. Она еще даже в моем детстве она всегда была. Это лабиринт с шариком. Вот такие пузырики. Еще осталось две покупочки. Одна из которых зубная паста от Splat Sensitive. 99 рублей. Снижение чувствительности зубов и восстановление эмали. Биоактивная зубная паста. Люблю я эту пасту. Очень хорошая. И самое главное, что она вот много-много чего не содержит, но не содержит фтор. Для меня это важнее всего. Еще раз повторюсь, кто не слышал в прошлый раз, мы недавно с дочкой обращались к стоматологу. У нее на зубках появились белые пятнышки. И стоматолог сказал, что это фтор накапливается. И надо чистить зубы без фторной пасты. В воде у нас очень много фтора в Московской области. К сожалению, не только в Московской области. Знаю точно, что на Украине есть такая же проблема. Поэтому обязательно выбирайте пасту без фтора. Иначе ваши зубки очень быстро будут портиться. Это так. Это правда. И последняя моя покупочка. Сейчас в чек загляну. Не помню. По-моему, 79 рублей. Да, измерительная лента. Фотляре. 79 рублей. 150 сантиметров. Мне понравилось, что ее можно закрутить туда. То есть не надо стоять и накручивать на руку. Обычный метр. Сейчас мы с вами это все проверим. Так, вот я ее вытаскиваю. Здесь дюймы с одной стороны, с другой стороны сантиметры. Что мы делаем? Она назад спокойно залетает. То есть вытащили в одном положении. Тут надо понять правильно, поймать вот это положение, когда она не закатывается назад, а когда она будет назад заскакивать. Вот так-то не получается. В общем, будем тестировать. Надеюсь, все будет хорошо. Да, сопротивление есть. Но почему-то... А, все, вот видите, все зашло назад. Замечательно. Было в нескольких цветах. Мне вот это больше нравится, чем дома. Стоишь, накручиваешь этот метр себе на пальцы, чтобы убрать его обратно. Вот такой, я думаю, будет более удобен. Единственное, что здесь 150 сантиметров всего лишь. А обычный метр там, по-моему, 2 метра. Ну, в общем, вот такие вот у меня покупочки в этот раз. Как всегда, стараюсь покупать только то, что нужно, только то, что важно, чтобы не тратить деньги на ненужные вещи, на ерунду на всякую. И надеюсь, что у меня это все-таки получается. Спасибо всем, кто досмотрел видео до конца. Не забывайте о лайках. Вам не сложно, мне приятно. Подписывайтесь, кто еще не подписан на мой канал. А я вас всех люблю. Берегите себя и своих близких. Всем пока-пока.